Глава шестая. Шестое письмо Марии. Господи, любимый мой, единственный, рассвет мой, музыка сердца моего, Как, как, как не озвучить словами, не передать ни эмоциями, ни чувствами, Не выплакать слезами, не выразить взглядом, Ибо вне эмоций, над чувствами, за словами, Сверх слез, глубже взгляда, моя благодарность тебе, любимый. Я лежала алмазом, вы ли предрассудков, зашоренная условностями надо, можно, нельзя, Хорошо, плохо, задыхаясь и погибая, чувствуя пьющее несоответствие себя и себя, Зная себе цену бесценную и чувствуя смертельную невозможность проявиться. Ты, мой божественный путник, проходивший мимо, увидел, поднял, вытер платком и сказал, О, из этого алмаза супер-бриллиант получится! Доверие мое к тебе безгранична, любовь к тебе беспредельна. Ты даже не представляешь, как люблю, потому что сама до конца не могу представить, Ибо не представляй ему. Я так благодарна тебе за твою потрясающую, удивительную, благословительную работу надо мной, Работу учителя, работу мастера, работу Бога, Оцеловываю каждую букву твоих громов и молний, Олюбливаю каждый звук слова твоего, и спасибо, спасибо, спасибо. Осень чаще и чаще напоминала себе ветром с пустыни, Поднимающим пыль, оседающую на зубах неприятным привкусом песка, Рваными низкими облаками, то и дело прорывающимися холодным дождем. Темнело рано, а солнце не показывалось по нескольку дней подряд. Обычные для этого времени года грусть и тоска Съедали остатки вдохновительного настроения. Люди улыбались реже, с ностальгией вспоминая лето И опрометчиво полагая, что именно прошедшим летом были счастливы, В то время как месяц назад также они ругали жару, считая ее невыносимой. Что поделать, когда человек редко умеет радоваться настоящему, Прибывая в иллюзии возможностей счастья, где угодно, И с кем бы то ни было, только не сейчас и не с ним. Возможно ли переубедить сомневающихся в собственном бессилии, Вдохновить на танец жизни без ногих, Научить петь неумеющих слуха, Увлечь красками закатного солнца слепых? Прошел месяц с того момента, когда Мария пришла к Иисусу, Отчаянно и бесповоротно, принимая новейшую реальность. Тяжелый месяц адаптации и ностальгии. Нет, не по прошлому. Память как стерлась, навсегда уничтожив былые связи и переживания. Рядом с любимым учителем она почувствовала какой-то миг страдания по будущему. То, что она слышала, наблюдая собеседование с учениками И участвуя в разговорах со случайными слушателями на улицах и площадях, Приводило сердце в божественный трепет сопричастности. То, о чем говорил Иисус, было настолько понятным и естественным, Что Мария недоумевала, Каким образом можно не понять слов, Не открыть глаза и не увидеть перспективы, Не довериться, отдавшись тотально его звезде. Она не чувствовала доброжелательности со стороны учеников. С первого дня Мария ловила на себе злобные взгляды Петра, Посчитавшего несправедливым ее особое положение. Иисус не скрывал расположение к ученице-женщине. Более того, только Марии было позволено спать с ним в комнате, Что делало ее ученичество и неповторимым, и недоступным никому иному. Иуда старался поддерживать Марию, Какой-то немыслимой интуицией, принимая ее исключительную предназначенность. Конечно, он ревновал, не мог не ревновать, Но, в отличие от других, для Иуды важнее был душевный комфорт учителя. И ради этого он готов был на все. Ни разу не переговорив толком, Словно подписав тайное соглашение не мешать друг другу ради спокойствия и вдохновительности учителя, Между ними, тем не менее, складывались отношения, Которые никто не был посвящен. Она заболела состраданием. Ее переживание за любимого Неописуемо раскаляло сердце болью сопереживания. Мария чувствовала его безумную усталость. Тотальное невежество окружающих причиняло боль, Расстраивало и стреножило, лишая радости. Необузданные амбиции учеников опустошали. Но Иисус был ровен в общении И, ободряя других, искренне делился своими переживаниями и знаниями. Его естественность и открытость восхищали и тревожили. Мария понимала, каким напряжением давалась эта легкость, Но была слаба, чтобы наполнить любимого силой, которую знала за собой. Знание ощущалось всегда, но только сейчас, рядом с Иисусом, Вскрылось пространство востребованности. И состояние раздвоенности, когда слабость и нерешительность Защитить непостижимым образом уравновешивались уверенностью Важность и подпитки учителя первоисточниковой сопричастностью Угнетало неопределенностью, спасало перспективу, Где их единость с любимым очувствовалась необыкновенно полно. Однажды, после вечерней медитации, Иисус пригласил Иуду и Марию в свою комнату И сообщил, что собирается на днях отправиться к горы, К учителю, ожидающему его. Мария впервые услышала об учителе Иисуса. Ее нескрываемое удивление не осталось незамеченным, Иуда, улыбнувшись, сказал, что волноваться нет причин, Что они раньше были там несколько раз. Мария спросила, вы опять пойдете вместе? Нет, на этот раз я хочу, чтобы ты пошла с нами, Ответил Иисус. Иуда предложил в целях безопасности Марию переодеть мужское платье, Решили называть ее во время путешествия при чужих Лукой. Не задумываясь, она точно согласилась принять участие в походе, Легко принимая все тяготы неизбежных испытаний на пути. Быть рядом с любимым для нее было так же естественно, как дышать. Решили выходить через три дня. Необходимо было подготовиться к путешествию И согласовать с учениками время встречи. Иуда предложил попросить всех отправиться по домам С целью самостоятельного обучения проповедям среди родных и близких. Утром следующего дня после завтрака Иисус обратился к ученикам. Любимые, хочу сказать вам огромное спасибо За терпимость и мужество преодоления пути. Знаю, как непросто дается каждая ступень восхождения к истокам, Но без вашей помощи я не смог бы делать свою работу, Ради которой пришел, ради которой все. Не удивляйся, Иоанн, помощь каждого из вас неоценима для меня. Что бы я делал без твоего брата Иакова, без Петра, Без тебя, Андрей, без всех остальных, разделивших со мной хлеб и слово. Я люблю вас и хочу, чтобы вы это всегда знали. Через несколько дней я должен буду покинуть ненадолго вас. Мне предстоит важное свидание с отцом моим. Он давно зовет меня на высокое собеседование, но я прежде не мог собраться. Последнее время определяло вехи нашей работы, И мне было важно прийти на встречу с Господом с конкретными делами и вопросами. Можно нам пойти вместе с тобой? Спросил Петр. Я могу взять с собой только двоих, Иуду и Марию. Но почему Иуда? Почему Мария? Воскликнул Филипп. Его голос дрогнул, и показалось, что он может заплакать от обиды, словно ребенок. Иисус улыбнулся. Высокое собеседование требует тотальной тишины меня. В течение некоторого периода времени мне будет трудно и говорить, и объяснять. Не думаю, что мое испытание должно быть разделено вами. Но почему Иуде возможно? Зачем Мария при твоем собеседовании с Отцом Небесным, учитель? Спросил вслед за Филиппом Варфоломей. Мне предстоит длинный путь, и никто лучше Иуды не знает дороги. Он необходим мне, как физический проводник. Или я ошибаюсь, и кто-то из вас знает, куда идти. Иисус спокойно обвел взглядом всех учеников, задерживаясь на мгновение на каждом. Большинство из них клонили головы, демонстрируя покорную неготовность ответить на вопрос учителя. Поэтому Иуда, продолжил тихо Иисус, а Мария? Он поднял глаза, и, глядя поверх голов, будто считывая слова из пространства, одному ему, ведомого, продолжил после непродолжительного молчания. «Мария должна пройти посвящение, и мне эта работа не под силу». В комнате установилась пронзительная тишина. Женщина вне познания. Она владеет способностями, изучение которых человечеству только предстоит. «Я знаю, что должен привести ее к порогу, и знаю, что так хочет мой отец, но мне неведомо, о чем он хочет говорить с ней, с Марией. Она согласилась разделить испытания нашего похода, за что ей огромная благодарность, потому что это не простая прогулка, но путь, связанный с целым каскадом препятствий. Иуда и Мария утверждены Господом, и не в моих силах изменять или отменять это решение». Иисус замолчал, прикрыв глаза, чуть-чуть раскачиваясь. Иуда рассматривал что-то на потолке. Петр из-под лобья смотрел на учителя, словно не решался произнести свой вопрос. Мария наслаждалась торжественностью и спокойствием, с которым Иисус беседовал с учениками. Его умение обходить острые углы недопонимания, легко и уверенно трансформируя только-только зарождающееся раздражение во вдохновительное состояние благословительного соперетекания, не могли не восхищать. Она впервые услышала о необходимости прохождения посвящения, и слова взволновали необычайно. Сердце отбивало невидимый ритм, разнося трепет по всему телу. Она точно плыла в пространстве, оставаясь неподвижной. Иисус открыл глаза и улыбнулся. Все оживленно зашевелились. Фома закашлял, поперхнувшись, что вызвало смех. Напряжение как не бывало. Все заговорили одновременно. Слово разобрать было невозможно. Каждый спешил высказаться, реабилитируясь перед учителем за момент недоверия. Вдруг общий шум перекрыл голос Петра. — Учитель, а что всем нам делать во время твоего отсутствия, и как долго тебя не будет? Иисус перестал улыбаться и спокойно, будто ожидая этого вопроса, ответил. — Думаю, что было бы целесообразно каждому переждать у себя дома, используя время для проповеди родным, близким, знакомым. Как только вернемся, вы получите весть от меня. Уверяю, что впереди значительно больше работы, чем позади. Нам удалось донести первые слова Отца для многих. Но это еще такая малость. Отдохните дома. Наберитесь сил в атмосфере любви и доверия. И подготовьтесь к новым испытаниям. — Принято, любимая? — спросил тихо Иисус. За всех ответил Петр. — Не волнуйся, учитель. Как только пришлешь весть, мы будем тотчас. Не так ли, родные? Каждый стал утвердительно демонстрировать согласие со словами Петра. Договорились, что все отправятся домой, как только Иуда, Мария и Иисус соберутся в путь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова